Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим читать приключения Незнайки. В прошлой серии мы оставились на том, что вы прочитали половину... Как это сказать? Половину 18 главы. Сегодня вторую половину прочитаем. Ну что, поехали! Механика, ответил Шпунтик. Мы оба механики. Так вам, значит, нужен паяльник. Шрубчик нажал еще одну кнопку. И к изумлению зрителей гамак начал медленно опускаться. Гамак начал медленно опускаться. Он опускался до тех пор, пока лежавший в нем шрубчик не растянулся на полу. Вылезая из обыкновенного гамака, вы можете защипиться ногой за веревку. И упал разбить себе нос. Сказал Шрубчик, поднимаясь с пола в моем механизированном гамаке. Эта опасность, как видите, полностью устранена. Вы спокойно опускаетесь на пол, после чего встаете точно так же, когда вам нужно лечь спать. Вы ложитесь на пол, нажимаете кнопку, и гамак сам поднимает вас на необходимую высоту. Шрубчик принялся ходить по комнате и нажимать разные кнопки. В результате чего откидывались новые столы, стулья и полки. Открывались дверцы различных шкафов и кладовушек. И, кстати, мы в прошлой серии вопросик задавали, кто это ж такой Филотов в зошке математики. И мама написала, что это собачка. Ну, что, может, это, скорее всего, собачка. Ну, что, поехали дальше. Наконец он лежал еще, он нажал еще одну кнопку и провалился в подполье. Идите сюда, послышал часа через минуту со двора голос. Друзья вышли во двор, здесь у меня гараж, сказал Шрубчик. Подводя винтика из пунтика к каменному сараю с широкой железной дверью. Он нажал кнопку и дверь поползла кверху, как занавес в театре. За дверью обнаружилась какая-то чудная машина со множеством колес. Это восьмиколесный паровой автомобиль с фишковым охлаждением, объяснил Шрубчик. Четыре колеса у него снизу и четыре сверху. И, кстати, я вам тут вопросик опять про школу. Ну, это вышло про группу. Чего на группе продленного дня вам нравится? Вопросик был, че вы ходите на группу продолженного дня. А сейчас вопросик, че вам нравится. Пишите цифру 1 или слова «да», если нравится. Или пишите цифру 2 или слова «нет», если не нравится. В следующей серии узнаем, за какой вариант было больше голосов. Обычно машина ходит на нижних колесах. Верхние колеса сделаны на тот случай, если машина перевернется. Все восемь колес машины поставлены под углом, то есть наклонно, благодаря чему автомобиль может ездить не только, как все автомобили ездят, но и на боку, и даже на спине. То есть совсем вверх ногами. Таким образом предотвращается возможность всяких аварий. Шурупчик залез в машину и продемонстрировал езду на ней во всех четырех положениях, после чего продолжал свои объяснения. Вместо обычного бака, сказал он, в машине имеется котел для нагревания газированной воды, выделяющийся при нагревании воды. Пар увеличивает давление на поршень, благодаря чему колеса вращаются шибче. Позади котла имеется банка для приготовления фисташкового мороженого, которая необходима для охлаждения цилиндра. Расстоявшие от нагревания мороженое наступает по трубке, в которой котел служит для смазки мотора. Кстати, я тут вам такое скажу, вот это еще привет Незнайки ТВ моему подписчику. Машина имеет четыре скорости, первую, вторую, третью, четвертую, а также задний и боковой ход. В задней части машины имеется приспособление для стирки белья. Стирка может производиться во время движения на любой скорости. В спокойном состоянии, то есть на остановках машина робит дрова, месит глину и даже кирпичи. Также чистит картошку. Подвившись на эту диковинную машину, друзья, перешли в мастерскую шурупчика, которая была завалена разной рухлядью. Здесь лежали старые сломанные велосипеды и велосипедные части, самокаты и масса разных деревянных волчков и вертушек. Шурупчик долго слонялся по мастерской, разыскивая паяльник, но его нигде не было. Перерыв всю свою рухлядь, он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и сказал Ах, я растяпа, я ведь забыл паяльнику с Микаевой. Придется вам приехать к Смекаю или за паяльником. Ну ничего, на машине живо, да таким, сказал Бублик. А кто этот Смекаю, спросил Винтик, когда наши друзья, попрощавшись с шурупчиком, вышли за ворота. Смекаю писатель, ответил Бублик. Да неужели, воскликнул Спунтик, очень интересно с ним познакомиться. Я еще ни разу не организовал с живым писателем. Вот вы и познакомитесь с ним. Тоже в своем роде интересная личность, ответил Бублик, садясь в машину. И вот все, мы прочитали полностью главу восемнадцатую. Всего в следующей серии нашего рода ведет глава девятнадцатая, какая называется, в гостях у Смекайовой. Но это мы уже будем читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока-пока-пока-да.